Внедрение информационных технологий в работу органов власти и предоставление госуслуг в электронном виде обсудили в Доме правительства. Больше половины россиян, которые в прошлом году обращались за госуслугами, делали это через интернет. Это данные Росстата. Чуваша внесла ощутимую лепту в такой результат по стране. Согласно официальной статистике, которая опубликована буквально на той неделе, доля граждан в Чувашской республике, которые пользуются услугами в электронной форме, достигла 69%. То есть, по сути дела, мы достигли показателей 2018 года. По итогам 2016 года первое место в России заняла Республика Татарстан. У них 79,7% населения. Второе место заняла Ханты-Мацинский округ 74,3%. И наша Чувашская республика заняла третье место в России. Позади нас оказалась даже Москва. Муниципалитеты республики просят активизировать работу в системе межведомственного электронного взаимодействия, сокращенно СМЭФ. Именно с помощью этого сервиса органы власти обмениваются сведениями, которые необходимы для оказания услуг. На заседании комиссии по внедрению информационных технологий говорили о недостаточно активном использовании органами местного самоуправления этой системы. Мы мониторим 41 муниципальное образование. Здесь идет и как и города, так и сельские поселения. Здесь все вместе. Вот из 41 запроса мы только 7 запросов получили по СМЭФ. Марийско-Посадский район там работает нормально в этой части. Щебоксары город работает в этом направлении. Алатарский район, сельское поселение Октябрьское работает. Вот они могут. Алатарское сельское поселение, Урнарский район, районная администрация. Остальные, значит, они нам прислали все сведения по электронке. И мы когда начинаем разбираться с ними, да, значит, почему вы инструментом-то не пользуетесь тем, которым надо, значит, слышим всякие непонятные и невразумительные ответы. То у них жалобы на плохую работу интернета, то еще что-то. Иными словами, работать есть над чем. Так или иначе, для жителей ситуация будет изменяться в лучшую сторону. Список услуг планируется пополнять, а ряд госпошлин уже сейчас через портал Госуслуг можно оплатить со скидкой.